Приветики, меня зовут Лиса, и сегодня я хочу рассказать вам о самых неприятных привычках, которые портят нашу внешность. Обязательно, когда досмотрите это видео до конца, в комментариях напишите, сколько из этих пунктов вы уже знали. Возможно, ты посмотрела это видео и скажешь, что ты уже все давным-давно об этом знала и все сама это делала, и в общем ты умничка. В таком случае это очень здорово. Если тебе будет что добавить к этому видео, если ты считаешь, что оно неполное или тебе есть что посоветовать, обязательно напиши об этом в комментариях, чтобы остальные люди могли это прочитать и знать, возможно, что бы еще добавить. Если же ты, наоборот, посмотришь это видео до конца и узнаешь о том, что, допустим, несколько пунктов ты не делаешь, обязательно напиши, какие из этих пунктов ты не делаешь и почему. Возможно, ты о них не знала или у тебя есть какие-то противоположные убеждения на этот счет, почему ты этого не делаешь, будет очень интересно. И, естественно, поделитесь этим видео со своими подругами, со своими друзьями. Будет очень любопытно узнать, а сколько из этих пунктов выполняют или не выполняют они. Ну что ж, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык. И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Первая ошибка это трогать лицо руками. Казалось бы, что может быть проще, чем его не трогать, но на самом деле нет. Очень многие люди, очень многие девушки постоянно трогают свое лицо руками. Особенно опасно это в те моменты, когда вы находитесь в каком-то общественном месте. Например, вы только что вышли из метро, идете куда-нибудь, и у вас зачесался нос, и вы начинаете его чесать, что, в принципе, логично и тупо рефлекторно. Но в этот момент вы разносите всю грязь, которая у вас скопилась на ваших пальцах, себе на лицо. И в течение дня мы очень много раз трогаем наше лицо руками, и, как следствие, это может приводить к огромному количеству прыщей, всевозможных высыпаний, комедонов и прочих-прочих неприятностей. Поэтому в идеале, конечно, не трогать свое лицо вообще никогда. Нужно отучить себя от этой привычки. Если вы чувствуете, что у вас что-то чешется, достаньте обычный самый бумажный платочек и почешите вместе с ним, так, чтобы минимизировать контакт именно ваших пальцев и вашего лица, их поверхности, чтобы не передавать лишний раз микробы. То же самое, кстати, касается телефонов. Если вы любитель прижаться к телефону щекой, о чем я, по-моему, уже говорила в одном из моих очень старых видео, то, конечно, вам нужно отучать себя от этой привычки и держать телефон на некотором расстоянии. То есть не прям вот прикладываться к нему, а держать чуть-чуть подальше, потому что поверхность любого телефона это просто какое-то колоссальное количество всевозможных бактерий. Второй пункт это тереть глаза руками. Вот это вот, наверное, самое ужасное всего, что только можно придумать. Я думаю, каждый из вас это знакомо. Вот вы приходите домой усталый, и вам прям вот хочется взять и потереть свои глаза. Это приводит к морщинам, это приводит к морщинам, к покраснению. А если вам это вообще хорошо знакомо, то наверняка вы даже наблюдали, что после вот такого вот движения у вас, как правило, глаза еще начинают болеть, краснеть и чесаться в течение какого-то непродолжительного периода времени. И, конечно же, такой жест нужно вообще полностью исключить из своего, так сказать, я не знаю даже, как это назвать, в общем, полностью исключить этот жест, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не тереть свои глаза. Да, я понимаю, что иногда это очень хочется сделать, но лучше сделать это как-то вот так вот пальчиками, очень осторожно вот почесать свои глаза, чем брать вот кулаки, прижиматься к вашим векам и прям начинать их вот так вот тереть в течение долгого времени, пока не натрется. Не надо. Очень-очень-очень опасная ошибка. Следующее. Очень важно менять часто свое постельное белье, особенно это касается наволочек. И не просто часто их менять, а и правильно их мыть. Обязательно, чтобы температура, при которой вы стираете ваше постельное белье, была достаточно высокой. В идеале это 95 градусов, чтобы уж наверняка ваше белье отстиралось из возможной грязи и в какой-то степени продезинфицировалось. Хотя я не уверена, что это правильное слово. Менять постельное белье в среднем нужно один раз в 10 дней. Но, если у вас проблемная кожа лица, если вы не понимаете, почему она у вас проблемная, я рекомендую вам менять постельное белье именно наволочку каждые три дня. Да, возможно, это прозвучит странно и параноидально, но, действительно, в некоторых наволочках, в некоторых постельное белье скапливается такое колоссально большое количество всяких негативных веществ, что лучше реально раз в три дня его менять в надежде на то, что ваша кожа улучшится. Да и в конце концов, если вы в течение двух недель будете постоянно менять ваше постельное белье, вы заметите, будут изменения или нет. Если они будут, то считайте, что вам повезло и ваша проблема решена. Но, если не будет, то смотри это видео дальше, возможно, ты найдешь свою причину. Кстати, что еще касается постельного белья, если у вас, опять-таки, проблемная кожа, и вы, действительно, часто меняете постельное белье, попробуйте поменять подушку. Попробуйте купить себе новую подушку. Я вам, честно скажу, это реально работает. У меня была подруга, у которой была проблемная кожа, и она очень долго не могла с этим ничего сделать. Дерматолог ей не мог помочь, косметолог ей не мог помочь, и сама она не понимала, в чем проблема. Там не то, чтобы прям пипец-пипец был, но у нее регулярно на лице появляются какие-то высыпания, и было вообще непонятно, сфига ли они появляются. В какой-то момент ее мама просто купила новый комплект постельных принадлежностей всей на всю, собственно, семью, и она заметила реально, что после того, как поменялись вот эти вот подушки, одеяло, состояние кожи просто чудесным образом изменилось в лучшую сторону, и больше она не страдает такой проблемой. Поэтому, если у вас есть что-то непонятное, то попробуйте. Возможно, действительно, и ваша проблема тоже в том, что у вас просто старые подушки, и там уже находилось столько всего, что лучше об этом даже дальше не говорить. Ладно, поехали дальше. Следующая ошибка – это растягивать лицо, нанося крем. Наносить крем мало для того, чтобы иметь хорошую кожу лица, потому что иногда можно прийти к такой ситуации, что, знаете, как вот называется, одно лечим, другое калечим. То есть мы вроде как увлажняем, питаем нашу кожу, но при этом пока мы крем наносим, мы все это себе растягиваем. Как нужно наносить крем? Наносить крем нужно легкими похлопывающими движениями по направлению массажных линий. То есть ни в коем случае его нельзя вот так вот терять. Нет, это только усугубляет всю ситуацию. Да, вы увлажните вашу кожу, но потом, спустя какое-то время, вы заметите, что ваша кожа стала более какая-то подвисшая, менее упругая, что ли, и вы не будете понимать, а в чем, собственно, причина. Возможно, плохой крем? А нет, плохое нанесение этого самого крема. Так что наносить крем нужно только по массажным линиям и вот легкими похлопывающими движениями и по возможности, чтобы эти похлопывающие движения были направлены не вниз, а наверх. Тогда вы ничего не растянете, и ваш крем будет работать только в одну единственную сторону, в хорошую. Кстати, такие видео на моем канале, ну, выходят относительно часто, я бы сказала. И вот недавно вышло еще одно очень интересное, на мой взгляд, видео. Я назвала его «Привычки красивых девушек». Если вы еще не смотрели это видео и вам нравится такой формат, как сегодня, обязательно гляньте тот видос, зацените его. Я уверена, он вам реально очень понравится. Поехали дальше. Следующий пункт, который очень сильно распространен почему-то на территории России и стран СНГ, это неиспользование зубной нити. Если честно, я не понимаю, почему у нас ее действительно особо редко кто использует. Очень хороший вопрос, потому что, в общем-то, она продается в свободном доступе, она не стоит сильно дорого, и в применении она довольно проста. Почему у нас эта штука не прижилась, мне, вот честно, непонятно. Но, тем не менее, использовать зубную нить обязательно для того, чтобы окончательно и очень качественно, тщательно вычищать ваши зубы. Возможно, я делала странную постановку этого предложения, но я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Как бы тщательно вы не чистили зубы, как бы долго и как бы муторно вы не уделяли этому процессу внимания, вы не можете до конца очистить межзубное расстояние, межзубные щели. Короче, вот это вот расстояние, которое между зубов, вы не сможете щеткой зубной нормально прочистить. Вообще, в идеале, нужно пользоваться также ирригатором, но это очень дорогая вещь. Хотя, вы знаете, вот я ее купила, я пользуюсь ей где-то в течение двух месяцев, и буквально на днях я была у зубного. Кстати, да, в инстаграме я даже ныла о том, что мне надо идти к зубному, я боюсь. Да, кстати, подпишитесь на мой инстаграм, чтобы следить за моей жизнью, следить за моими фоточками, и ставить мне иногда лайки, писать комменты. Я буду очень этому счастлива. Ссылочка на мой инстаграм в описании. Так вот, это было про инстаграм, а теперь про зубного. Я вам ныла об этом в инстаграм, что мне страшно идти к зубному, но когда я пришла к зубному, она смотрит мои зубы и подмечает то, что мои зубы стали выглядеть гораздо более белыми, чем обычные, что типа у меня рот в очень идеальном состоянии. Она спросила, что я делала, я сказала, что я пользуюсь ирригатором, она сказала, ну, что как бы каждый пациент пользовался ирригатором, потому что результат налицо, и просила меня никогда не останавливаться и не бросать это приспособление. Не дожидаться, пока крем высохнет. Сюда же мы можем отнести любую текстуру, которую мы наносим на лицо. Эмульсии, эссенции, масла, до чего вообще угодно. Если вы нанесли крем и после этого сразу пошли наносить свой макияж, то это очень неправильно. Во-первых, ваш макияж скатается, и ваш тональный крем просто не будет держаться, а вы потом будете удивляться, сфигали все хвалят этот тональный крем, я его использую, а у меня он какой-то вообще отстойный и нифига не держится. Поэтому очень важно дожидаться, чтобы все текстуры перед нанесением следующей просыхали. Они должны быть как минимум впитаны на процентов 80. Да, вы можете трогать вот так вот свое лицо, и там может оставаться, знаете, такой вот небольшой липкий налет, некоторые средства просто действительно обладают вот этим вот свойством, что они не могут до конца физически впитаться. В этом случае вы берете обычную самую бумажную какую-нибудь салфеточку, прикладываете вот так вот осторожно к лицу, впитываете вот эти вот все излишки влаги, которые у вас остаются на лице, и только после этого наносите следующее средство. И, кстати, следующий пункт у нас прямо-таки отсюда и вытекает. Если вы используете тональный крем, но не припудриваете его, это все плохая история, и так делать не надо. Почему? Дело в том, что когда вы оставляете только тональный крем на вашем лице, он по итогу в конце дня может просто у вас скататься, особенно если ваша кожа не суперсухая. Поэтому использование пудры, чтобы все это зафиксировать, очень важно. У вас ничего не скатывается, у вас ничего не течет, не растекается, и вы все довольны. И последний пункт это облизывание губ. Вот мне кажется, каждая девушка вообще в своей жизни, да и каждый мужчина, наверное, тоже сталкивалась с тем, что в какой-то момент у тебя просто высыхают губы. И мы что делаем? Мы рефлекторно хотим их облизать. А это очень и очень чревато усугублением ситуации. Да, на какую-то пару секунд вы получите эффект увлажненных губ, ну, естественно. Но после того, как эти пару секунд пройдут, вы столкнетесь с тем, что ваши губы станут только еще суше, что на них начнут появляться, знаете, я даже не знаю, как правильно сказать, шелушение, что ли. И в конце концов, они могут просто взять и потрескаться, и тогда у вас будет просто в 10 раз больше неприятных ощущений, нежели чем изначальная сухость губ. Поэтому очень важно в своей косметичке всегда иметь свои сумочки, которые вы едете куда-то на улицу, всегда иметь геническую или увлажняющую помаду, блеск, в общем, что-то, что при необходимости вы сможете нанести себе на губы. Сейчас у нас весна, но особенно это актуально для холодного времени года. Если вы зимой страдаете тем, что ваши губы сохнут, не хватало бы еще, чтобы зубы сохли, обязательно носите с собой гигиеничку, это просто спасет вас от всевозможных дальнейших неприятных историй. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, обязательно делитесь этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. Пусть ваши подруги тоже знают, какие ошибки не стоит совершать. И я рада, что вы посмотрели это видео до конца, ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч!